Российское правительство признало Радио Свободной Европы, Радио Свобода нежелательной организацией. Если у вас есть российский паспорт, или если вы являетесь лицом безгражданства, постоянно проживающим в России, то вот что вам нужно знать об этом статусе в России и о том, что он означает для вас. Объявление Радио Свободной Европы, Радио Свобода нежелательной организации не запрещает вам лично подписываться, читать или смотреть материалы Радио Свободной Европы, Радио Свобода. Но вы рискуете получить штраф или даже лишение свободы, если вы распространяете публикации Радио Свободной Европы, Радио Свобода или напрямую вступаете с нами в контакт. Это означает, что вы по-прежнему можете безопасно отчитать или смотреть нас через VPN или установив приложение Радио Свободной Европы, Радио Свобода, оно включает обход блокировки. И вы по-прежнему можете безопасно подписываться и следить за нашими аккаунтами в соцсетях. Однако за эти действия вас могут привлечь к ответственности. Ширы и репосты публикации, лайки под постами, цитирование контента, комментарии под постами, отправка сообщений, воспроизведение логотипа. Не распространяйте публикации Радио Свободной Европы, Радио Свобода и не вступайте в прямой контакт с нами через комментарии и сообщения в мессенджерах, но читайте нас, не подвергая себя опасности, через VPN или мобильное приложение.